мое почтение и уважение друзья в 2004 году самыми востребованными функциями сотового телефона были цветной экран gprs полифония поддержка java игр и конечно же доступная цена поэтому samsung x100 являлся одной из самых ожидаемых моделей тех лет но самое удивительное что его помнят и по сей день и поэтому думаю что многим интересно будет взглянуть на него более чем 15 лет спустя и так главными особенностями x100 являются экран на 65 536 цветов возможность скачивать игры ммс вак версии 2.0 и 40 голосая полифония продавался аппарат нескольких цветовых решениях сам распространенным из которых является indigo blue крайне мере за все время я чаще всего наблюдал у пользователей аппарат именно в этом цвете комплектация устройства включает себя сидером с фирменной программой pc studio руководство по эксплуатации информация о северных центрах примечания о длине смс сообщений буклетик samsung fan club и самое важное гарантийный талон с чеком покупки и так куплен был аппарат в марте 2004 года на горбушке и судя по товарному чеку стоимость аппарат составляет 5000 рублей все остальное это плата на сим-карту также комплекте имеется зарядное устройство с фирменным штекером кабель для подключения к большому брату необходимо было покупать отдельно что в общем то нормально для телефонов средней бюджетной ценовой категории зато имеется гарнитура который комфортно общаться в автомобиле или других местах где неудобно держать телефон в руках с точки зрения дизайна аппарат ничего нового из себя не представлял samsung решила пойти старым проверенным путем взяв за основу внешний вид предыдущих успешных моделей таких как samsung r200 например сочетание темно-синего и серебристого пластика делала телефон еще более привлекательным аппарат очень легкий его вес составляет всего 83 грамма и весьма компактный 2003 году все еще сохранялась мода на миниатюризацию когда пользователь хотел видеть перед собой маленький телефон и samsung x100 полностью соответствовал этим требованиям задняя крышка совмещена с аккумулятором снятие которого реализовано выдвижным способом с помощью специальной кнопки фиксатора телефон и аккумулятор сделаны в корее если не ошибаюсь в то время заводов в китае во вьетнаме у samsung еще не было емкость аккумулятора составляет 900 миллиампер часов что вполне неплохо для кнопочного телефона в среднем заряда хватало на три дня дисплей аппарата выполнен по технологиям стен имеет диагональ 1 из 7 дюймов с разрешением 128 на 128 пиксель и отображает 65 тысяч цветов какого-то чуда от такого дисплея не ждали они были гораздо дешевле чем те и имели плохие углы обзора и слепли на солнце но для недорогого сотового телефона такое решение было вполне приемлемо и не вызывало неудобств при пользовании над экраном в левой части находится так называемый индикатор сервиса который может отображаться в красном зеленом и оранжевом цветах при желании вам вообще можно отключить так какой-то функциональной нагрузки он несет и показывает лишь только то что телефон подключен какой-либо сети отмечу что качество приема сети у samsung x100 замечательное то же самое могу сказать и голосовом динамике разговаривать по samsung x100 более чем комфортно клавиатура и клавиши управления сделаны на высшем уровне сейчас такого кнопочных телефонах не увидишь особенно стоит отметить навигационную клавишу на здесь практически идеальная единственным минусом является находящийся в центральной части доступ к интернету подобное было и в других моделях и пользователи часто случайно запускали в апп доступ которому был достаточно дорогой что касается камеры то samsung x100 ее попросту нет конечно в 2003 году уже были телефоны с камерой но в основном это были более дорогие модели телефоны бюджетного и среднего сегмента могли обходиться без камер и samsung x100 в том числе на третьей стороне расположены только лишь разъем для подключения внешней антенны и мультимедийный динамик который очень здорово проигрывает сорокоголосую полифонию те годы эти звуки были повсюду здесь кстати имеется поддержка ммф мелодии в этом формате звучат более живо и имеют поддержку голоса также очень забавно смотрится мерцающий всеми своими цветами индикатор сервиса при проигрывании мелодии мне всегда нравилось что samsung снабжал разъемы на своих телефонах заглушками в x100 также была заглушка под интерфейсный разъем и разъем для гарнитуры но к сожалению они не сохранились меню телефона типично для samsung того времени перемещение по основным пунктам осуществляется по горизонтали а внутри пункта по вертикали перейти к нужному пункту меню можно просто нажав на соответствующую клавишу например для того чтобы перейти в органайзер просто нажимаем на клавишу 5 то есть каждому пункту меню есть возможность перейти не пролистывая все меню качестве обоев домашнего экрана можно было установить календарь анимированные заставки а также любые изображения которые есть в памяти телефона также можно было менять положение и стиль текста а также выбрать одну из четырех цветовых схем друзья что является самым главным сотовом телефоне конечно же телефонная книга которая в samsung x100 вмещает до 1000 записей каждый из которых можно сохранить несколько телефонных номеров почту присвоить персональную картинку и мелодию также контакты можно распределять по 5 имеющимся группам то есть в целом телефонная книга для недорогого телефона тут вполне годная и не хватает разве что дополнительного поля для фамилии помимо sms и сообщений голосовой почты телефон поддерживает ммс эта технология только появилась в то время и считал что она полностью вытеснит обычные сообщения она как мы все знаем этого не произошло но как бы то ни было samsung x100 мог получать и отправлять картинки мелодиям и расширенные сообщения также вам с находился диктофон позволяющий делать записи длиной до 1 минуты с новым годом всех друзья а вот телефонные разговоры к сожалению записать нельзя органайзер имеет все самое необходимое начинается он с нового напоминания например вам нужно всем вечера позвонить в библиотеку набираем библиотека далее сохраняем вызов вводим номер и задаем время сигнал также следует отметить отображение основных событий в календаре в виде пиктограмм соответствующих четырем типам событий расписания список дел вызов и годовщина также в органайзере имеются такие пункты как список дел часы что касается будильника то их здесь целых три где в каждом можно установить определенные дни и часы срабатывания также имеются калькулятор конвертер таймер и секундомер к сожалению телефоне нет инфракрасного порта нет bluetooth поэтому изображение мелодии игры можно было загружать только через ваб продвинутые пользователи скачивали контент со специальных ресурсов на остальные покупали путем отправки смс по различным платным номерам после чего им приходила по смс ссылка на заказанную мелодию картинку или игру из коробки доступны две игры логическая bubble смайл в которой необходимо соединить три и более пузыря одного цвета и snowball fight где главной задачей является бросать противников снежки и уворачиваться от снежков которые бросают они при желании игры можно было удалить и скачать что-нибудь другое учитывая что памяти для игры было более 1 мегабайта объем каждой игры был около 50 килобайт то скачать их можно было достаточно много для изображения и мелодии было доступно вообще более 9 мегабайт их также загружали через интернет сейчас звучит странно тогда для обычного телефона 9 мегабайт памяти считалось большим объемом 2004 году x100 был самым популярным сотовым телефоном из модельного ряда samsung причина его популярность является универсальность отлично подходил как для мужчин так и для женщин и несмотря на то что x-серия предназначалась для молодежи телефон покупали и людям старшего поколения он удобен в использовании имеет простое меню и при этом оснащен всем чего ждали от сотового телефона в те годы цветной экран java вап 40-голосая полифония и хорошая телефонная книга при всем этом стоимость x100 на старте продаж составляла около 5000 рублей и за эти деньги телефон был одним из самых лучших предложений соотношение цена-качество со временем стали появляться модифицированные прошивки для этого телефона созданные народными умельцами в которых зачастую были очень существенные отличия от стоковых прошивок и так кстати тоже добавило популярности этой модели тем самым многие продолжали пользоваться samsung x100 вплоть до наступления эры iphone и android на этом все надеюсь что это видео вам понравилось это так то поддержите его лайком подписывайтесь на канал если не сделали этого ранее чтобы не пропускать новые видео рубрики ретроспектива оставляйте комментарии задавайте вопросы и главное не забывайте все самое интересное еще впереди всего доброго до новых встреч